Как новое в Тальменке открыли отремонтированную железнодорожную станцию? Ломать не строить. Почему жители Барнаульской многоэтажки проголосовали за снос современной спортивной площадки? Все по-взрослому, как сдавали ЕГЭ по-русскому министр образования края и его сын. Итак, наши новости начинают. Работа в эфире. В студии Евгения Даровская. Здравствуйте. В этом году большие изменения ждут крупные железнодорожные станции края. РЖД планирует вложить средства в их технологическое развитие и увеличивать объем перевозимых грузов. Накануне в Тальменке после реконструкции открыли одну из первых в крае станции. После масштабных работ старинное здание выглядит практически так же, как и в 1918 году. Рассказывает Анастасия Дорога. Станция век назад и сегодня. Почти одно лицо. Даже цвет фасада восстановлен родной – 1918 года покраски. Реконструкцию векового здания провели масштабно и детально. Все-таки памятник архитектуры. Но внутри пассажиры станцию не узнают. Здесь расширили вдвое зал ожидания, заменили кресло и саму отделку. Там больше места, светло и очень современно, красиво. Вокзал не просто реконструировали, а оснастили всеми удобствами. Вот, например, стенд для зарядки мобильных устройств. Здесь шнур для андроида, для айфона ранних моделей и последних тоже есть. Четырех шнуров, кстати, может быть маловато. За день станция принимает тысячу человек. Для их удобства и комфорта российские железные дороги вложили в модернизацию 75 миллионов рублей. За год компания инвестирует в край почти 3 миллиарда. В планах реконструировать 160 километров пути. Поступательно 5-10% увеличение объема перевозимых грузов на территорию Алтайского края. Для сравнения, в прошлом году общий объем погрузки на Алтае составил 9 миллионов тонн. Основная доля зерно его экспортируют в десятки регионов и стран по всем направлениям железных дорог. Поэтому в планах РЖД развитие техсвязи на участке Рубцовск-Локоть, видеонаблюдение на станции Алтайская и телемеханики по Кулундинской ветке. Сегодня железные дороги, западностили себе железные дороги, ее подразделения, это неразрывная составная часть со всей остальной экономикой Алтайского края. Инфраструктурное, так сказать, обеспечение всего. Поэтому мы сегодня во многом и в производстве, и в социальной сфере без наших железнодорожников никуда. И, пожалуй, самым крупным объектом будущих работ станет вокзал в Барнауле. Сейчас АПСИБЖД разрабатывает проект реконструкции, к которому приступят не раньше следующего года. Анастасия Драган, Андрей Печеркин. Наши новости. А вот в одном из барнаульских дворов местные жители добились не строительства, а ликвидации современной спортивной площадки. По решению суда рабочие полностью разобрали ее. Забыли, конечно, не все. Чем не угодила спортивная площадка и что должно стать альтернативой на этом месте, выясняла Елена Кузовкина. Кто-то скажет, не может быть. Окруженная многоэтажными жилыми домами спортивная площадка, а такое многие могут только мечтать, исчезает на глазах. Когда наша съемочная группа приехала в этот двор на Азминогорском тракте 104 с буквой П, рабочие уже завершали демонтаж. А зачем вы площадку разбираете? Ну, жалобы жильцов поступили. Вот здесь где-то. А чем она мешала-то? Детей, наверное, не любят. Судьбу спортивной площадки подумать только рассматривали в суде Центрального района. 25 подписей жильцов вот этого дома оказалось достаточно, чтобы лишить детей возможности безопасно во дворе под окнами погонять мяч. Инициатором сбора подписей против спортивной площадки выступила пожилая женщина, которая живет в этом подъезде. Ее окна выходят во двор. И вот в документах, которые бабушка предоставила в суд, было прописано, якобы, ребятня, играя в мячик, испортила ей здоровье. Болела голова. Ну, вот сейчас узнаем, так ли все серьезно. Алло. Здравствуйте, мы с телевидения. Вы нас можете пустить? Тут площадку убирают. Говорят, что вы стали инициатором. Нет, я не могу вас спустить. Если вы какие-то имеете в виду съемки, это никому не возбраняется. Делайте. Да нам просто хотелось узнать, чем вам помешала эта площадка. А я не готова вам отвечать. Женщина, которая отказалась с нами встречаться, соседка Ольги Дунаевой. У этой девушки окна тоже выходят во двор, но ей веселый шум ребятни жить никак не мешал. К тому же, говорит Ольга, в 9 часов вечера спортивную площадку закрывали на ключ. Ну, есть же какой-то здравый смысл. Не нужно из пушки по воробьям, да, ну, демонтировать. Ну, какой-то, ну, абсурд же, слушайте. Ну, как бы это же спортивная площадка для детей. И очень... мне вообще, на самом деле, непонятно вот эта ситуация. Оказалось, что виновником абсурдной ситуации стала строительная компания. В проекте благоустройства этого жилого комплекса спортивной площадки не было. Зато был газон, несколько деревьев и лавочки, цветущие без ребятни. Видимо, таким должен быть идеальный двор, по мнению подавшей в суд пенсионерки. Сейчас спокойнее не будет, когда демонтируют эту площадку. То есть, если сейчас дети играли в спортивной площадке, эти же мячи пинали по сетке, то они будут пинать так, просто по машинам. Вернуть спортивную площадку уже невозможно. Таково решение суда. А вот открыть новый магазин, в котором продают пенные напитки, пожалуйста. И кажется, бдительных жителей такое соседство пока не смущает. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости. Как известно, жители самостоятельно вправе решать, что будет в их дворе. Детская площадка или благоустроенный сквер. Вопрос выносят на общее голосование. Голосуют, в письменный протокол передают в администрацию района или в управляющую компанию. Но такой алгоритм действует, как выясняется, в домах старой застройки, отмечают юристы. Если это район новый, то благоустройство территории уже включено в проект. И там все в порядке. Все современные постройки соответствуют нормам и правилам принятым. Если это жители старых районов, то можно обратиться в управляющую компанию. Либо через товарищество собственников жилья это сделать. Но в любом случае, для начала следует обратиться в администрацию. А вот герои нашего следующего сюжета ищут помощи у правоохранителей. Связал лапы, избил и бросил в мусорный бак. Так живодер поступил с котом, случайно сбежавшим из Барнаульской многоэтажки. За последние несколько лет это уже не первый случай издевательства над животными. Например, в 2017 году двое школьников в поселке Южный, краевой столицы, убивали кошек. А в прошлом году сестры из Бурлинского района сняли, как отрубают котенку, голову и выложили видео в сеть. Тогда обе истории получили широченный общественный резонанс. И вот новый случай, причем в приличном с виду доме спального района. Продолжит Андрей Дреер. Связали передние лапы и с 10 этажа сбросили в мусоропровод. Так, по версии хозяев, их кот Маркиз встретился с настоящим садизмом. Пару дней назад он незаметно сбежал из квартиры. Нелли Алексеевна повесила объявление, на которое сразу отозвались. Звонит в домофон дворничиха. Говорит, вы потеряли кота? Я говорю, да. Она говорит, кажется, ваш кот лежит в контейнере для мусора. Я говорю, я сейчас прибегу. Ну и побежала туда. А дверь открывая, она говорит, он, похоже, еще живой шевелится. Кот оказался жив, но после пережитого совсем нездоров. Ну вот, получается, здесь подушечки лопнутые, там когти вырваны. Но я боюсь показывать. Справки от ветеринаров. Сотрясение мозга, ушиб внутренних органов, шоковое состояние. Каждый день уколы. Кот и без того пугливый. Теперь с трудом сидит даже на руках у хозяйки. Алина решила не оставлять это безнаказанным. Я приезжаю в полицию, пишу заявление. И как раз вот этому человеку, кто у меня принимает заявление, звонят и говорят, что вот сегодня ночью или днем уже в травмпункт поступал человек с Балтийской 44, кошка его расцарапала. Оказалось, в травмпункт обратился Артем. Сосед, который с хозяевами маркиза, живет на одной площадке, через стену. Он написал сообщение о линии, где признался, что он не истязал кота. Хотя последний, цитата, вцепился в руку и жевал до кости. Мы хотели сами поговорить с Артемом. Тем более соседи рассказали, что работает он на дому. Артем, мы знаем, что вы дома. Откройте, пожалуйста. Но Артем так и не открыл. В полиции нам ответили, что участковый сейчас рассматривает два заявления. От поцарапанного соседа и от хозяев кота. Никакое дело пока не заведено. Но если происшедшее с маркизом будет признано жестоким обращением с животными, то обвиняемому будет грозить наказание. Вплоть до лишения свободы на три года. Андрей Дриер, Андрей Печеркин. Наши новости. Для сохранения лесов Алтайский край получит 245 миллионов рублей из федерального бюджета. Такую сумму предполагает специальный региональный проект, соглашение о котором подписал министр природных ресурсов и экологии России Иван Валентик и его краевой коллега Владимир Попридухин. В 2019 году на федеральные средства закупят спецтехнику, часть денег пойдет на лесовосстановление. Проект рассчитан на пять лет. Он создан для того, чтобы свести к нулю ущерб зеленых площадей от вырубок и пожаров. В результате на Алтае должны создать 43 тысячи гектаров новых лесов. Крупномасштабные проекты, в том числе и федеральные, успешно реализуются и в небольших селах края. Одно из них намерено претендовать на статус лучшего в России. В Бочкарях создается современная инфраструктура, строятся спортивные объекты и жилье. Главная задача сделать все, чтобы люди оставались на своей территории и развивали ее. И пока все идет по плану. Накануне с рабочим визитом Целинный район посетил депутат Госдумы Александр Прокопьев. Поднять село и поставить его на ноги. Нет ничего невозможного. Пример с бочкарями тому подтверждение. Накануне с рабочим визитом Целинный район посетил депутат Государственной думы. Представитель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Александр Прокопьев. Он отметил, что успешное развитие территории в первую очередь связано с базовым градообразующим предприятием. Директор компании «Бочкари» Вадим Цмагин показал строящиеся объекты и рассказал о дальнейших планах. Мы себе цель поставили сделать наше село самым удобным для проживания в Российской Федерации. То есть мы на сегодня являемся лучшим селом Алтайского края. На 2020 год наша цель стать лучшим селом Российской Федерации. Сегодня в Бочкарях в рамках федеральной целевой программы устойчивое развитие сельских территорий идет активная стройка. Общий объем государственных вложений составляет порядка 200 миллионов рублей. Возводятся социальные, спортивные объекты. Уже осенью будет сдан новый жилой микрорайон. В этих домах будут жить работники компании «Бочкари», а также специалисты социальной сферы. Это учителя, медицинские работники и тренеры. Чего не жить, жить не работать. Работайте добросовестно, честно, при таких-то условиях. Так и лежит. Инфраструктура, все бесплатно. В Бочкарях находится одно из самых лучших в регионе футбольных полей с искусственным покрытием. В августе за круглогодичной ледовой ареной заработает спортивный центр. Помимо хоккеистов и фигуристов, здесь будут воспитывать будущих чемпионов по волейболу и баскетболу. Близится к завершению стройка гостиницы. Она рассчитана на 250 мест. В селе появится спортивная деревня, где будут проводиться тренировочные сборы. Цель-то какая? Ну, понятно, Бочкаревцы, Целинный район, а лето, то есть это вот они, край. И самое главное, ребята из города едут в деревню, тянутся, тянутся. Не, ну так, ничего не ехать. Куда-то надо ехать, а здесь вот оно. Сейчас на уровне федерации прорабатывается еще один масштабный проект. В Бочкарях намерены открыть школу «Сириус», чтобы дети в летнее время не только занимались спортом, но и развивались умственно. Вот так небольшое село в Целинном районе можно ставить в пример того, как успешный тандем представителей государственной власти и бизнеса ломают устоявшиеся стереотипы. Люди не покидают свое родное село, а остаются и вносят свой вклад в развитие. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. БИСК специально для наших новостей. А этот экзамен для взрослых. При себе только ручка, паспорт, телефон запрещен, ведется в видеонаблюдение. Знакомая старшеклассникам обстановка. А сегодня в сдаче ЕГЭ по русскому языку решили испытать себя взрослые, причем известные в крае люди. С какими пришлось столкнуться трудностями, расскажем далее. Участники ЕГЭ, допустившие нарушение установленного порядка, будут удалены с экзамена. Так начинается самое сложное испытание. И речь даже не о проверке знаний. Тяжелее процедура удостоверения личности и постоянное наблюдение. Испытать свою нервную систему на прочность вызвались педагоги, журналисты, спортсмены и чиновники. Строжайшего досмотра не избежал никто. Правила для всех одинаковые. Перед экзаменом участники оценивают свои знания довольно оптимистично. Я думаю, что результаты будут положительными, хорошими, потому что мы все изучали русский язык. И я думаю, что, конечно же, остаточные знания будут достаточно прочными. Свои силы участники акции проверили лишь на фрагменте стандартного ЕГЭ. Поэтому вместо традиционных четырех часов решение заняло всего 30 минут. В числе заданий написать сочинение на тему родины и решить небольшой тест. Быстрее всего с экзаменом справился министр образования. И даже для него некоторые задачи показались замысловатыми. Для нашего поколения довольно сложно воспринимать вот эти тестовые задания. Потому что нужно понять и соотнести то, что ты вроде бы знаешь, то, что сформировано с точки зрения твоих знаний. Но эти знания нужно как бы в компетенцию перевести, в компетенцию применение знания в новой ситуации. А вот больше всех баллов набрал будущий выпускник. Святослав Костенко не подвел отца министра. Сложно, нет? Нет, не сложно. Теперь осталось подтвердить знания на настоящем экзамене, который состоится в конце мая. Участники сегодняшней репетиции отметили, что проверять знания совсем не страшно. Куда большее волнение вызывают не задачи, а процедура регистрации, проверка металлоискателями и видеонаблюдение. Выпускникам советуют, относитесь к этому спокойнее, тогда и результат будет более успешным. Илья Кочетков, Ирина Харитон, Александр Антропов. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Для здоровья суставов принимайте комплекс «Хонда». Это максимум коллагена, хондроитина, глюкозамина и гиалуроновой кислоты. «Хонда» – всё, что нужно для здоровья суставов. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В среду в крае переменная облачность, без осадков и почти везде плюсовые температуры. Ноль в Камни-на-Абе, Рубцовске и Змейногорске, плюс один в Заринске и Олейске и до четырёх тепла в Белопурихе. В Барнауле без осадков и до одного градуса выше ноля днём. Напоминаю, телефон редакции 722-440. У меня все новости к этому часу. До встречи.